Будем стоять до последнего, говорят жанаузенские нефтяники. Вчера они приехали в Астану, ночевали у порогов Министерства энергетики. Сегодня пошли вторые сутки, как они продолжают бастовать. Сейчас их более 250 человек, но могло быть гораздо больше. Просто некоторых по каким-то причинам задержали по пути в столицу, говорят протестующие. Вместе с жанаузенцами на Круглой площади в буквальном смысле ночуют и полицейские, и СОБР, и люди в штатском. Стянуто внушительное количество автозаков. О том, что в жанаузене назревает напряженная ситуация, было известно еще с начала апреля. В день смеха, 1 апреля, их трудовые договора были прекращены. И сотни работников собрались у Акимата и перед офисом компании «Озенмунайгаз». Требуя решить вопрос трудоустройства путем зачисления в штат его дочерних предприятий. Не добившись результата, рабочие вынужденно выехали в Астану. Причина массовой безработицы – результаты тендеров. Заработная плата, впрочем, как и трудоустройство в «Озенмунайгаз», зависит от результата тендера. Какая компания предложит более низкую цену за свои услуги, та и выигрывает. Вот и в этот раз «Озенмунайгаз» еще в феврале для поставщиков выставили 4 лота на осуществление подземного ремонта скважин. По всем 4 лотам победила компания «Кезби». Представители «Кезби» встречались с протестующими и предложили им работать на тех же условиях, которые были у них в период работы в другой компании «Бирали Мангистау Компани». Но рабочие отказались. Ни министры, ни мажилисмены к протестующим вчера не вышли. Лишь сегодня к 11 часам утра пришли представители «Казмунайгаз» и предложили делегировать 10 человек для встречи с руководством нацкомпании. Встреча проходила в закрытом режиме, и журналистов туда просто-напросто не пропустили. Меня зовут Булат Абдрахманов. Сейчас переговоры с инициативной группой от числа прибывших в Астану жена узенцев будут проходить в закрытом режиме. Между тем, в это самое время министр энергетики Садкалиев заявил, что компания «Кезби» правомерно выиграла тендер. А данный пикет, по мнению министра, является организованным. Люди приехали со спальными мешками, палатками. То есть их целью было именно привлечение к себе внимания. По словам Садкалиева, приехали сотрудники частной нефтесервисной компании, которая проиграла тендер другой частной компании. Тендер, который проводила дочерняя компания «Узенмунайгаз». Порядок, очередность. В первую очередь берутся безработные города Жена-Узень. Постоянно идет диалог со старейшинами, с местными исполнительными органами власти. То есть нарушать этот порядок «Узенмунайгаз» не может. То есть это будет как раз нарушение их социальных обязательств перед населением города. Поэтому нужно не обходить разумные решения. И мы с нашей стороны все, что необходимо, сделаем, чтобы стабильность обеспечить. Никакого результата у забастовки нет. Переговоры не состоялись. Кстати, это не первый протест нефтяников. В 2021 году работники КИСБИ несколько раз устраивали забастовку. Требования все те же самые. Повышение заработной платы и улучшение условий труда. Весной в прошлом году 26 нефтяников 10 дней ночевали у «Узенмунайгаза». Они готовы и в этот раз стоять до победного. «Мы – Адаи, а значит, вытерпим и холод, и жару», – заявили протестующие. Батаго Самарова из Астаны. Специально для Ель-Медиа.